здравствуйте а сейчас мы продолжим и одновременно закончим рассмотрение защиты олехина с точки зрения белых то я рекомендую систему четырех пешек посмотрим как черные могут уклоняться от главного варианта где определенные проблемы у них сохраняются там есть разветвление достаточно непростые но все-таки тоже до равенства очень-очень далеко и так возвращаемся к е4 конь f6 е5 конь d5 d4 d6 c4 конь b6 до важный момент важный момент чтобы случайно случайно рука не соскользнула с мышки или во время партии что c4 ход включать обязательно что на самом деле расставить систему четырех пешек начиная с хода f4 это все это все не заслуживает подражания после dfc5 на c4 находится ход конь b4 и здесь белые за преимущество не борется скорее наоборот эту деталь упомянул поэтому возвращаемся к главной линии c4 конь b6 f4 df и конь c6 слон е3 слон f5 конь c3 да здесь в этот момент уже уже уклоняться поздно потому что что здесь могут черные придумать чтобы не расставлять чтобы не ставить е6 и не переходить к тем вариантам которые мы рассмотрели тут уже поздно единственное заслуживающий рассмотрение момент это ферзь d7 конь f3 здесь слон g4 попытаться прихватить центр сразу же но проблема в том что после d5 слон бьют f3 белых неожиданно находится вот такой вот показательный красивый тычок е6 и позиция черных разваливается на мелкие кусочки после слон бьют d1 е д шах отыграем все еще выиграем лишнюю фигуру вдобавок а если на и 6 черные просто забирают fe то после ферзь бьют f3 да формально у них лишняя пешка но на самом деле у них море слабости и полная отсталость развития и прекрасные перспективы попасть под решающую атаку то есть в этот момент уже возможности уклоняться от главной системы нет вот на ход раньше на ход раньше они есть но тоже не так сказать чтобы их слишком много возможности здесь фенкетировать слона но наверное она чуть-чуть запоздала потому что после конь c3 слон g7 слон е2 рокировка конь f3 белые спокойно заканчивают развитие а как черным атаковать центр не так все ясно на f6 здесь очень неприятный ход ферзь b3 c4 c5 на повестке дня если же играют слон g4 на рокировку опять же что придумать f6 еф еф h3 у нас мощный пешечный центр фенкетированный слон какой-то безработный стреляет никуда и не туда а если черные нападают на наши пешки с этой стороны после коня 5 b3 c5 разумная такая попытка подрыва но она не то чтобы хорошо работает после dc конь d7 белых есть вот такой вот мощный ресурс конь d4 и несмотря на то что черные казалось бы наш центр разрушили слон е2 ферзь е2 слон бьет е5 здесь по сладья d1 у нас фигуры колоссально централизованы по центральным линиям мы готовы создавать угрозы конь d5 одна из угроз на повестке дня и то что черные разрушили центр и восстановили материальное равенство никаких радостей им не приносит этот момент для фианкетирования слона чуть-чуть чуть-чуть наступил поздно что еще что еще черные пытались сделать да черные пытались обойтись без хода конь c6 действительно зачем нужен ход конь c6 если пешку d4 забрать не удается пускай он постоит на b8 а мы зато потом сыграем c7 c5 в один прием и будем делать существование пешечного центра белых очень некомфортно но так даже играл магнус один раз в блиц партии система крайне сомнительная опять же если если не переходить главным вариантом слон f5 конь c3 е6 конь f3 здесь мы никого слон g4 не боимся конь еще на b8 стоит конь c6 слон е3 теперь еще раз мы вернулись главной системе которую мы уже видели разбираемся что будет если не хотят переходить главной системе самостоятельное значение имеет только ход слон b4 там вот черные как раз более-менее планируют сыграть c5 потому что еще раз слон е7 слон е3 рокировка здесь мы можем даже и не переходить главной системе слон е2 привело бы к ней но есть еще и такой активный ход слон d3 и ничего здесь подорвать черные не в состоянии не получается принципиальное значение имеет ход слон b4 так вот карлсона играл притом по моему даже с каруаной вот так вот ни много ни мало но еще раз в матче на первенстве мира как вы сами понимаете он карлсон с каруаной защиту олехина не играл что лишний раз наводит на мысль здесь есть сильный ход слон d3 размен белопольных слонов нас не смущает даже наоборот устраивает потому что там дальше после короткой рокировки черных где-то мы будем создавать угрозы королевскому флангу нам будет это даже проще сделать критический вариант здесь такой если как-то вот просто аккуратно поменяться слон бьет д3 ферзь бьет д3 сыграть c5 здесь короткая рокировка cd конь е4 внезапно атака становится очень опасной притом очень быстро вот то что конь лезет на g5 и то что h7 подвисает это конечно очень неприятно а попытка задержаться королем в центре чтобы не получить мат на h7 приведет к тому что он скорее всего получит мат в каком-нибудь другом месте здесь самое самое сильное самое конкретное решение это вот такой вот тактический удар конь 8 надо 7 черный король остается в центре но это приведет к тому что мат он получит тоже в кратчайшие сроки но где-то в другом месте самое четкое решение наверное вот такой вот тактический удар c4 c5 и на слон бьет c5 конь е5 теперь всем проваливается черные как минимум остаются без приличного материала поэтому принципиальное значение на слон d3 имеет c5 не после размена они медленный ход c5 но и здесь перспективы и достаточно мрачные тут как раз были партии на эту тему но ход слон g5 почему-то еще не встречался а этот ход на мой взгляд решает абсолютно все вопросы другие перспективные но приводят позиции не совсем ясны после слон g5 такой решающий темп но f6 и fgf слон бьет f5 совсем плохо а если черные на слон g5 отступают ферзиом на d7 то в этой редакции вот этот темп слон g5 он оказывается очень полезен сейчас мы увидим в каком варианте слон бьет f5 и fd5 это естественно вообще катастрофа вот а после cd конь бьет d4 еф конь бьет f5 слон на g5 ну понятно что конь не висит тут просто мат идет а размен ферзей ферзь d1 ладья d1 как-то слабостей много у белых и после короткая рокировка короткая рокировка черные даже могут восстановить материальное равновесие эншпиль равный материал казалось бы все хорошо но тем не менее после после конь d5 в эншпиле с равным материалом черные опять же под перспективами атаки такое количество легких фигур рядом с черным королем возможность создавать угрозы на самом деле для того чтобы поставить мат совершенно не обязательно чтобы на доске были ферзи потому что здесь постоянные угрозы слон f6 конь бьет g7 черный король так или иначе оказывается в матовые сетки вот так вот заканчиваются попытки избежать классической линии не фианкетируя слона то есть здесь уже в плане если черные не хотят играть классику в плане меньшего из зол различные вариации на тему g6 ну в этой редакции g6 конь c3 что получается после конца шесть слов не три мы уже чуть-чуть раньше рассмотрели а если черные играют слон же 7 опять же не ставя коня на c6 чтобы рокироваться и пойти c5 но тут у белых уже где-то родственно знакомый нам по похожим позициям ресурс c4 c5 и на конь d5 мы меняем направление главного удара слон c4 стремимся всеми всеми добраться до до пункта f7 и это для черных очень неприятные новости если они меняются на c3 и рокируются то мы на и всем лезем не в прямую а еще пытаемся задействовать линию аж все знакомые мотивы h4 h5 конь f3 перспективы черных оказаться под матовой атакой совершенно огромной наверное упорнее здесь сыграть c6 но после ферзь b3 приходится рокироваться здесь у нас есть возможность уже разжиться лишней пешкой забрать на d5 но возможно это не то что нам нужно там все-таки поле c6 появится у черного коня какая-то компенсация будет мы играем прямо на атаку а на d5 будем забирать только когда нам понадобится контр игры у черных не наблюдается не хватает пространство а один конь на d5 тем более который висит он поле не воин другая попытка фианкетироваться она вот такой ход c5 d5 то есть изначально еще помню еще этот вариант дискутировался но это совсем уже давно было это еще даже до до того как я начал шахматы играть е6 вот так вот вот так вот обращаться в белом центром но такие пешки на d5 и е5 это даром для черных не пройдет конь c3 е.д.cd здесь такой пироид ферзя ферзь а4 шажа g3 ферзь d4 помогает только проиграть партию очень быстро сломба 5 шах слон d7 ферзь е2 и непонятно куда он вообще пришел до черные черные съели одну пешку подряд но после е5 е6 и ферзь е6 конь е7 конь f3 пешкой впрок не пошла такая вот красивая партия аж 1967 года балашов григорян черные по моему сдались сейчас или на следующем ходу единственный способ здесь хоть какое-то подобие контр игры получить это ход c4 но после d6 правильное слово подобие потому что видите ничего не развивается пешки мощные ну и центр белых грубо говоря зашел слишком далеко чтобы его можно было вот просто так вот заблокировать и и сделать вид что так и так и собирались со слоном то чернопольным что тоже делать надо слон е6 конь f3 конь c6 и здесь наверное самая четкая слон g5 позиция черных начинает рассыпаться вот поэтому если уж играть c5 то здесь на на d5 играть g6 да вот эта схема одна из немногих оставшихся чуть-чуть относительно неясная но риск который берут на себя здесь черные вот так вот постепенно постепенно развиться и все-таки потом пешки атаковать риск конечно несут несусветный тем более что никаких таких явных резких планов контр игры у них нет конца 3 слон g7 делаем простые ходы слон f4 рокировка ферзь d2 мы уже перестроились мы готовы рокироваться в длинную сторону и потом ставить мат и после е6 длинная рокировка тоже какое-то отдаленное подобие защиты грюнфельда здесь есть но тем не менее слишком слишком много черные позволили и никакой реальной контр игры они скорее всего не получат то есть ед cd дальше у белых много планов и с надвижением пешки аж и план связанный со слов g5 позиция черных очень тревожная а как атаковать вот эту вот красу и гордость по-прежнему ясно как добиваться контр игры на королевском фланге тоже непонятно то есть c5 ход резкий но ни к чему хорошему он здесь не приводит остались уже совсем мелочи да если черные не забирают на е5 ну по-прежнему ход слоны в 5 он тут ничего не меняет так или иначе придется деф и в какой-то момент включать здесь вот ход g6 на самом деле вот так карлсон играл и так когда-то даже я сам сыграл вот это может быть система не настолько простая тут опять же черные не рискуют сразу же проиграть но для этого они должны играть точно конца 3 слон g7 в том-то идея что пока мы пока мы смысле черные в данном случае черные не торопятся меняться на е5 фокус в том что не выйти нам слоном на f4 нам правда это и не надо дело в том что после слон g3 вот в этой редакции на d и мы уже готовы побить пешкой d немножко другая центральная структура но при этом эншпиль совершенно катастрофический потому что ничего никуда не выходит постоянные угрозы типа конь b5 навалится на c7 ну после c6 c5 конь b6 d7 конь f3 черным очень очень сильно не хватает пространство и никакой контр игры у них по-прежнему не видно поэтому естественно не ради да и это все затевалось если здесь сделать рокировку то есть очень сильное прямолинейное возражение c4 c5 и снова черные начинают задыхаться так или иначе размен на c5 приводит к тому что мы только что видели а после конь 6d7 h4 мы готовы стартовать решающую атаку h5 конь f3 так или иначе как-то мы здесь прорвемся а черные еще даже не то что ничего не съели не то что ничего не разрушили у нас центра они даже непонятно пока как они собираются такие угрозы создавать поэтому поэтому главный вариант здесь на слон е3 это ход слон е6 вот эта позиция действительно заслуживает внимание и дальнейшего изучения хотя достаточно много позволили вот здесь по-моему до каруана здесь кажется ли нет может не каруана не помогут партии карлсона кто-то играл b3 но тут после д еды и конь c6 как раз как раз вот какое-то подобие контр игры начинает возникать тут не так черных стеснили поэтому на слон е6 не кажется правильный ход d4 d5 и вот здесь черные центр атаковать будут но они как-то многовато темпов при этом потеряли слон c8 конь f3 рокировка да вот у меня так и было вот но это я играл личном чемпионате европы по швейцарской системе противник опять же зачем я в первом туре выбрал это против противника выступающего 300 пунктов в рейтинге но это как говорится мои проблемы но там мой противник сыграл слон d3 и вот тут как раз ходом е6 не удалось центр подорвать и как-то постепенно уравнять ну то еще достижение конечно против противника выступающего 300 пунктов но вот что было то было а если белые играют слон е2 то никаких особых достижений на счет уравнение нет то есть вот вроде что-то подорвали на что-то напали е6 рокировка ед cd и как атаковать центр дальше совершенно непонятно вот можно не играть е6 можно здесь этот слон мечется просто из стороны в сторону сыграть слон же 4 но вот такой неожиданный совершенно ресурс h4 и белые готовы вот это возможно критический вариант будущего потому что здесь еще более подробный анализ требуется но тем не менее как я не смотрел во всех вариантах оказывалось что у белых мощнейшая атака черном удалось правда центр наш развалить немножко h4 слон бит f3 gf да и ефе слон бит е5 и даже хотят нас лишить рокировки но нам как-то это все равно после ферзь c2 слон же 3 король f1 у нас преимущество в развитии у нас два слона и следующим ходом h5 мы начинаем терзать королевский фланг черных король черных находится в опасном положении что еще пожалуй имеет смысл упомянуть да несколькими ходами раньше этот многострадальный слон он мог здесь уйти не на c8 и на f5 но тоже особого принципиального значения это не привносит после слона f5 конь f3 рокировка а да вот вот здесь после слона е2 е6 как раз центр успевают подорвать черные слона f5 в этой редакции расположен лучше но зато здесь у белых есть ход h2 h3 напоминают что он не только активно расположен а еще и попадает под удары и вот возможно еще одна критическая позиция варианта теперь понятно е6 это не туда уходить слоном здесь на c8 это уже перебор c6 слон е2 коня 6 g4 вот так вот мы захватываем пространство по всей доске слон d7 рокировка cd cd вроде бы никаких таких прямых угроз мы не создаем но тем не менее тем не менее они постепенно постепенно готовы задушить у черных есть правда ресурс сбросить с доски пару фигур заодно забрать себе преимущество двух слонов ладья c8 ферзь d2 конь c4 слон бед c4 ладья бед c4 вот еще одна критическая позиция варианта но тем не менее мне представляется что после ладья а е1 слоны здесь вот в таком своем стесненном положении особенно на оценку не влияют может быть да может быть действительно преимущество белых здесь не столько велико но черным на двух с половиной линиях прижатым к последней горизонтали все-таки играть как мне кажется неприятнее вот критическая позиция варианта для изучения в дальнейшем а мы на этом я думаю уже практически все заканчиваем но остается только момент для фулу анекдотов до что после d4 d6 c4 конь b6 f4 да мне попалась на глаза партия g5 думаю что это такое такого не бывает гроссмейстер при том гроссмейстер при том гроссмейстер не простой а кубинский гроссмейстер домингес а линьер домингес скажу я вам он хоть вот таких вот самых кубинский ныне представляющий соединенные штаты америки вот он хоть самых элитных успехов вроде бы и не добивался но в плане дебютной подготовки это но это реально топ это вот реальная элита это всегда была его сильная сторона чего-то другого может не хватало но в плане дебюта и смотрю как же так как же так линьер домингес мог пойти g7 g5 ну потому что совсем безобразие после конь c3 слон g7 ферзаж 5 тут мат на горизонте и что там черные успели сделать против центра белых непонятно противника его более слабый противник как-то слабенько сыграл и преимущество не получил а так вот ферзаж 5 сыграя все а потом смотрю эту загадка была до того момента как я обратил внимание что эта партия сыграна онлайн то есть на самом деле домингес естественно собирался играть g7 g6 а вот это вот очередной случай маус-слип или даже не знаю как как вот эта история она более грамотно называется по-русски вот пожалуй вот и все и еще один да на f4 вот такой вот гамбит тут важно не растеряться c5 здесь понятно здесь d5 как раз черные успеют с нашим центром разобраться по-свойски это нам не нужно но мы просто бьем dc и теперь понятно после dc херст d8 король d8 конь c3 позиция носит совершенно отчаянный характер к тому что фигуры никуда не ходят пространство не хватает еще король центра застрял беда да и только но на dc это же партия не гроссмейстеров но на мастерском уровне была сыграна конь b6 d7 вот такой вот дурной гамбит но тем не менее вот так вот взяли то ли зевнули то ли пожертвовали две пешки сразу cd ед ед и вот здесь конь f6 на самом деле на самом деле позиция была бы не ясна потому что вот здесь как раз центр разрушен а вот эти вот слабости они остались но к сожалению для черных и к счастью для нас у белых здесь есть совершенно конкретное возражение а именно ферзь е2 шах слон е6 и пока f5 понятно рано из-за ферза 5 шах пока ходом f5 мы никаких фигур не отыгрываем не выигрываем но есть ход конь c3 создающий угрозу f5 а после g6 ну как-то умнее защиту не придумать тут как раз f5 gf слон g5 и ничего отыграть у черных не получается ну вот пожалуй вот пожалуй все что я хотел рассказать о защите олехина потому что какие то уже совсем вдаваться в дебри не хочется но единственное что опять же только потому что так играли неплохие шахматисты и не так давно вот такой вот вычурный ход конь b6 делали на третьем ходу на d4 но здесь если сыграть c4 то никаких вообще основанию черных никаких разумных возможностей избегать перехода главным линиям ходом d6 нет потому что после допустим d5 c5 конь 6 d7 конь c3 e6 b4 тот самый случай когда дышать нечем и подорвать центр не получается такой тип позиции это как бы тот рисунок к чему мы должны стремиться на этом пожалуй все надеюсь будет полезно вот такая вот система игры против защиты олехина вперед и пусть эта система вам приносит успехи спасибо за внимание